Ну, говоря о проблематике рака полового члена, многое уже достаточно активно говорилось. По своей сути, получается, что я подытоживаю вот эту всю часть. Что я бы в первую очередь хотел сказать. Занимаясь, по воле и судеб, ранней диагностикой, скринингом какое-то время у женского населения, в какой-то момент вставал вопрос, надо ли вообще вакцинировать женщин, есть ли в этом эффект, нужно ли это делать. И через определенное время пришла информация, появились исследования, которые говорят о том, что вакцинация, она необходима. И в те страны, где была вакцинация у женщин, включившая более 70% населения, она дала свой эффект. Достаточно серьезный эффект, это результаты и австралийские, и канадские, и наших соседей финские. И, конечно, в данной ситуации есть такая вероятность, что мы идем по тем же самым стопам и когда-то придем к тому, что вакцинация, наверное, действительно крайне необходима для мужчин. И еще в условиях того, что скрининга ни опухоли ротоглотки, ни опухоли анального канала, ни опухоли полового члена не существует в настоящий момент. То есть по своей сути люди приходят уже к нам на диагностику с имеющимися запущенными стадиями рака. При этом, например, если мы берем опухоли головы и шеи, это самая большая популяция людей, которые совершают суициды. То есть проблема достаточно серьезная. Да, действительно, один на 100 тысяч населения в Европейском ЕС, в Бразилии заболеваемость раком полового члена выше, чем ракопредстательной железы у них же непосредственно. Да, Уганда, Колумбия. То есть по своей сути проблема достаточно небольшая для Европы, но в некоторых странах достаточно серьезная. Почему она в принципе обозначается, эта проблема? И, к сожалению, кстати, в нашем справочнике статистическом Каприна информации по раку полового члена, по-моему, нету, если я не ошибаюсь. Нету, да. Ты искал и не нашел? Вот я тоже искал и тоже не нашел. Опять же, это тоже проблема, потому что я помню, когда-то, когда мы начали заниматься раком почки, почки тоже не было. И проблема здесь достаточно очевидная. Если многие значимые заболевания с точки зрения пятилетней выживаемости показывают лучшие результаты с каждым годом, с каждым десятилетием, то рак полового члена показывает ухудшение пятилетней выживаемости. И здесь до 2013 года, но сейчас сильно показатели не улучшились непосредственно. Итеологии, географические особенности об этом, в принципе, уже много что говорилось. Но действительно, вот карта мира в Африке, в странах Востока циркумцизия является стандартной методикой. И по большей части у многих народов, у кого это религиозная процедура, выполняется она либо фактически при рождении, либо до 7 лет, насколько я помню, в 7 лет фактически все мальчики уже обрезанные. Бразилия, Чили и все страны Южной Америки как раз показывают статистику о том, что циркумцизия меньше 20%. Та же самая ситуация. В Уганде от 20 до 80% уровень циркумцизии, но суть в том, что это одна из стран, где действительно в Африке данная методика производится гораздо меньше, чем в других странах. Риски. Был проведен сравнительный анализ, это было давно, в 2005 году, по тому, какие есть преимущества у циркумцизии. И их действительно много. Действительно необходимо делать циркумцизию в молодом возрасте, если мы говорим о необходимости ее выполнения. Но на самом деле есть и альтернатива, о ней я расскажу чуть попозже, циркумцизию. И если говорить о положительных моментах циркумцизии, то крайне редким заболеванием, естественно, рак полового члена является у тех, кому в детстве выполняется циркумцизия. Однако интересный факт, если брать уже циркумцизию взрослых людей, старше 18 лет, что были сведения о том, что риск развития рака половой члена у таких людей выше. Но, скорее всего, это было связано с тем, что циркумцизия выполнялась по медицинским показаниям и имелись какие-то, возможно, уже состояния хронического воспаления и предопухолевых состояний. Если брать циркумцизию как методику профилактики рака полового члена, да, конечно, это делать необходимо, да, это нужно, в особенности в тех регионах, где имеется минимальное условие поддержания гигиены. Почему мы говорим о гигиене? Потому что в Дании, где уровень циркумцизии на тот момент, это был 1995 год, составлял 1,6%, сейчас, конечно, это больше, при правильном уходе за кожей паховой области, за гениталиями, произошло снижение риска развития рака полового члена до 0,82 на 100 тысяч населения. То есть, в принципе, альтернативой циркумцизии может являться и правильный уход за кожей. Но на самом деле мы действительно свидетели того, что рак полового члена встречается чаще у, так скажем, десоциализированной группы в нашем обществе. Про курение я даже особо говорить не буду, здесь все понятно, это действительно риск всего непосредственно. И самый главный момент, по поводу чего мы здесь собрались, это вирус папиллома человека, рак полового члена в 6 раз чаще, наибольшее число людей, у которых выявляется рак полового члена, это носители типов 16 и 18. Опять же, почему мы об этом говорим? Мы говорим об этом, потому что проблема достаточно актуальна, начинается эта проблема с 15 лет, когда выявляется сексуальный дебют у 5,6% у девушек и 20% у юношей. Фактически во всех возрастах данный показатель носительства вирус папиллом человека и онкогенными, и не онкогенными составляет до 70%. И если брать непосредственно мужчин, показатели распространенности данной ВПЧ выше, чем у женщин. И эта проблема на самом деле, она действительно актуальна, и она актуальна у мужчин не менее, чем у женщин. Почему актуальна? Да потому что многие заболевания, которые являются предраковыми, которые являются папилломами, которые являются раковыми заболеваниями, встречаются в большинстве случаев при носительстве вируса папиллома человека. И опять же, с учетом того, что это фактически наружной локализации, происходит достаточно серьезное психологическое травмирование фактически каждого пациента непосредственно. Если брать распределение пациентов, у которых имеется носительство вируса папиллома человека и ассоциировано с этим заболевание, и неносительство, мы видим, что около 65% рак полового члена ассоциирован именно с носительством вируса папиллома человека 16-18. И что самое интересное, у мужчин носительство вируса папиллома человека 16-го типа ассоциируется с большинством раков, даже не 16-го и 18-го, а 16-го типа непосредственно. И вакцинация вот этой 9-ти валентной вакциной, это замечательно, но можно использовать и 4-х валентную вакцину, потому что вирус папиллома человека 16 входит и 4-х валентную. По-моему, 18-го тоже входит и 4-х валентную. Опять же, почему это необходимо делать? Да потому что если мы берем более 10 половых партнеров, а сейчас это встречается достаточно нередко, то заболевания, помимо обычных заболеваний, передающихся половым путем, носительство вируса папиллома человека достаточно актуальны. Какое отличие нашего мужского иммунитета от женского? Мы, к сожалению, не имеем фактически естественных антител к вирусу папиллома человека, в том числе к 16-му и в том числе к 18-му. Разные данные, вот я здесь привел данные 2014-го года, были и данные 2018-го года, просто я их позавчера увидел только, что, естественно, антитела у мужчин встречаются от 16-го и 18-го, вот по данным последних вообще, по данным, от 10-ти до 5-ти процентов. А в то время как у женщин все немножко по-другому. И какой вариант? С учетом того, что у нас сейчас действительно не существует программ скрининга, и не у нас в Российской Федерации, а вообще в мире не существует программ скрининга рака головы и шеи, рака полового члена, вакцинация в данной ситуации является крайне необходимой. И, естественно, вакцинация должна проводиться как по тем программам, которые уже имеются в развитых странах, то есть мальчиков прививать. Но, в принципе, стоит вопрос и о том, чтобы прививать и мужчин старше 18 лет, до 45 лет. Почему? Потому что, опять же, повторюсь, антител к вирусу попелом человека у них нет. То, что мужчины больше подвержены данному носительству, это тоже уже факт непосредственно. А в каком возрасте проводить вакцинацию? Вот, извините за такой слайд в плане качества. Но, тем не менее, видно, что вне зависимости от возраста делаем мы вакцинацию. В 21 год, 21-30 лет или старше 30 лет имеется снижение заболевания, ассоциированные с вирусом попелом человека. И если брать общие выводы, то, конечно, вирус попелом человека у мужчин это настолько же актуален, если не больше, как и у женщин. В отличие от женщин, нет у нас у мужчин программ скрининга опухоли, ассоциированный с вирусом попелом человека. У нас значительно худший иммунитет, у нас мы находимся в большем риске развития рака головы и шеи, ну, естественно, рак полового члена, потому что в данной ситуации это исключительно наше заболевание. Каким образом это делать? Ну, естественно, это надо начинать делать через родителей, которые детям должны объяснять о необходимости и профилактики с точки зрения использования средств защиты при половом контакте, также и о необходимости вакцинации. И почему все-таки проблема вакцинации может решить многие показатели и с точки зрения пятилетней выживаемости? Просто потому что, если у мужчины выявляется опухоль полового члена, до 50% они отсрочивают свое лечение на один год и более. У них возникает чувство вины, страха, отрицания и тому подобное. И это приводит к тому, что они начинают заниматься самолечением, естественно, ухудшая свой прогноз. А итог, вместо того, чтобы сохранить свое достоинство и сохранить жизнь, они выполняются достаточно серьезные хирургические вмешательства, которые при этом жизнь не продлевают. Спасибо за внимание.